В школе номер 4 в день выборов развернулись два избирательных участка 1332 и 1333. За ходом голосования наблюдала наша съемочная группа. Здесь было так же многолюдно, как и в других избирательных участках. Голосовать приходили дружно, целыми поколениями, семьями. Мы думаем о будущем в России, о детях, чтобы они жили в хорошей стране, с сильным, надежным президентом. Выборы прошли спокойно. Нарушений или жалоб зафиксировано не было. Своими впечатлениями с нами поделились и наблюдатели. Члены комиссии все очень приветливые, все очень радушные, люди все веселые. Просто удивительно, замечательно все. Пока взрослые исполняли гражданский долг, дети радовались шариком и значкам. С интересом рассматривали товары на ярмарке. А некоторые даже читали стихи, как, например, восьмилетняя София Артюшенко. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для нас всех Россия, как мама родная, одна. Работа на избирательном участке – только одна из сторон выборного дня. В каждой избирательной комиссии есть выездная группа, которая помогает избирателям голосовать на дому. За выездной группой избирательного участка номер 1333 в день выборов было закреплено более 30 заявлений для голосования на дому. Обход начали с многоквартирных домов. Вячеслав Михайлович встретил избирательную комиссию в бодром расположении духа. Меня предупредили, что ко мне придут отличные ребята. И со всеми документами. Я вот жду все. Вам все было понятно? Все понятно. Отлично. Так что необходимые бумаги заполнили быстро, голосование прошло спокойно. Супруга Вячеслава Михайловича, Раиса Ивановна, ходила голосовать на избирательный участок. Заодно заглянула на ярмарку. Все хорошо было. Я гостиницу деду купила там. В доме Людмилы Степановны выездную избирательную комиссию ждали всей семьей. Здесь тоже все прошло гладко. Телевизор смотрим каждый день, все включаем, все смотрим. И все нам было понятно, конечно. Многие лобнинцы жизни в многоквартирных домах предпочитают собственное жилье в частном секторе. Несмотря на то, что некоторые избиратели не могут прийти на участок, они по-прежнему сохраняют активную гражданскую позицию. Маушка захотела голосовать. Я еще пока в полном разуме. Так что здесь гостей тоже ждали с нетерпением. Выбранный процесс прошел без суеты. Урна для голосования пополнилась несколькими бюллетенями. Екатерина Дедловская, Алексей Орлов, Александр Михайлов, Михаил Жуков. Телекомпания Лобня.